привет всем друзья мои дай бог доброго дня приветствую всех вас скажите пожалуйста меня нормально слышно привет привет всем скажите пожалуйста меня как слышно друзья нормально слышно отлично слышно хорошо друзьям по сегодня я поговорю про один такой очень плохой момент который я заметил не то что заметила до своей кульминации дошло то что о чем сейчас я поговорю а если у вас какие-то будет не знаю мысли до или желание поделиться можете выйти со мной в эфир это же свое мнение сказать или можете здесь написать но желательно конечно выйти в эфир и там сказать вот как вам удобно ладно значит скажу вот то что я вот в своей жизни да вот на своем опыте видел с детства я замечал что есть какие-то люди которые например там не что-то рассказывали да например говорят там но показывали на какого-то человека сказали вот она живет только с мамой муж бросил там их уехал там в россию или куда-то еще и там новую семью свою создал или какие-то знаете вот не прямо вот так говорили но как а там намекали чтобы это не как бы вот так как вот ситуация вот такого но я вот в детстве такое слышал я не обращал внимание думал я наверно что-то не понимаю ну как так может быть да то есть там у кого-то семья есть там ты улетел там не знаю подработать до женился и астам не знаю и снова женился так сказать да и уехал потом когда уже я вот вырос до постепенно постепенно ну я смотрю что что-то так вроде то что о чем я думал как бы это есть как там я по телевизору увидел какая-то женщина какие-то женщины да так сказать волновались что ли сказать или как это можно по-другому сказать бы жаловались да ропти ропчали на то что ну ропот был на то что наши мужья уехали там по заработать до новую семью там создали и нас забыли вот я опять думал но это не глобальная проблема я вот там смотрел думал но по-любому там какие-то там не знаю это не и там раз-два таких случаях да и все настало намного ужаснее как бы глаза вот так открылись когда вот мы начали навещать бедных семей вот навещаем одну семью смотрим там где твои родители деточка она такая ну папа нас всех бросил уехал там за границу там да и новую семью созвал и все помню когда-то в москве когда я был там одна у меня знакомая была тоже она дочка ее отец просто там на стороне от своей там родни улетел там имел какие-то связи с женщиной она родилась он оставил всех ушел вот так вот сейчас когда я навещаю очень много семей друзьям и здесь очень найти нигде не там в других местах так тут кто-то хочет в эфир выйти понять смотреть я скажу что у вас есть возможность выйти в эфир да тоже со мной если есть желание есть какие-то там мысли и что такое сказать пожалуйста это ваше личное желание проблем не то есть что происходит друзья вот вот я видел это которая значит которая вот смотрю да вот эти бедные семьи которые с ними общаюсь деточка где твоя мама где твой папа они нас бросили у меня нет мамы нет папы вот такие мысль вот маленького ребенка там человек на ней я не хочу даже их понимаете человека бросить бросили этого человека в основном конечно же но это что есть как бы по статистике да вот то что я вижу это то что мужа едут там за границу там зарабатывают бросают своих детей из семью жену детей у нас все бросать конечно же есть случае когда это делает жена мам если можно так назвать там человека есть ситуация когда пол выброса такие тоже есть такие тоже друзья это ужасно просто знаете это просто я не представляю себя на месте этих детей не могу понять что не да вот библии мы читаем то что господь говорит если даже разве мать бросит свое дитя или отец бросит своего дитя да то есть забудет ли дитя своя мама там отец своего дитя вы даже если забудь я не забуду где обычно эти стихи привожу как этот небольшой такие утешающий момент есть деткам очень нравится вот но что мы видим что вот мы дальше ведь я вот просто носит так отец бросает материя бросает всевышний бросать все вышли от начала до конца не так как и господь сказал что я с вами во все это скончать господь даст на ясное дело что и это как бы еще очередной раз показывает что чтобы не было до единственное на что мы в этом мире можем опираться на курс это бог иисуса христа и слава ему за все вот друзья что по этому поводу еще хочется сказать смотрите у тебя про себя думают да в чем причина того что человек может бросить свою семью ты не просто бросить понимаете сначала свою жену говорит ты не работает и там не ходит да не смотри это не делает он не делай до воду чистота консервативного так и вот уезжают и бросают свои семьи да то есть там ты и вот вся эта ответственность ложится на мать бывает вот как бы вот так бывает и по-другому по этой по-другому я знаю всеми к тем все то же самое сделал только маму сожалению в основном конечно это муж я делал я думаю все согласятся с и не просто интересно когда люди ложатся спать когда люди дышат кислородом люди вот просто не знают делают как они это все делают когда у них там дети их их понимаете дети там твоя кровь твои гены там да человек там просто нечего ему есть а ты вот убежал свалим так сказать как ты просто спишь по ночам как тебя совесть не мучает как тебя совесть не съедая не вот это вот интересно каким образом вот люди вот так живут просто вот я думаю да ну ладно вот он бросил может же быть такое же там жена например то не знаю доставала его наверное из-за этого что из-за этого это же не причина вот так бросать да и не брать в трубку огромное количество людей которые вот так вот сколько я там видел вот по-любому каждый вот кто там есть каждый знает такие семьи из своего окружения не понимаю вот у нас у армян же семья вот так ценится там вот семья должна цениться друзья как вы можете бросать свои семьи как люди могут бросать их я не понимаю и еще некоторые знаете эти да вот ли она вы правильно писать люди любят только себя только себя теперь вопрос почему так почему эти люди любят только себя уверен многие из вас сейчас даже напишите в комментариях вот я хочу чтобы вы сейчас написали в комментариях всем почему эти люди вот так стали такими почему люди любят только себя почему они создались родились дети которых так бою любили и так далее и тут вдруг они просто бросают этих детей бросают и не общаются с ними не звонят деньги не отправляют ничего даже не хотят видеть там в москве там поженились там на и знаю на русское там на каунта другом не понятно неважно да это по нации человек иногда и я не на русском и так далее почему это происходит почему почему так стало да нет ответственность почему вот ответе на этот вопрос пожалуйста напишите мне интересно в вашем пока я скажу свое первое на что я бы хотел ответить обратить внимание это воспитание вот многие сейчас говорят так а что-то случается воспитал не воспитали то есть прямо вот первое что это воспитать то есть мы туда да на родителей говори вот родители виноваты того что эти вот их не любили пишу а я бы сказал что наоборот их много любит чересчур любит и когда им вот их вот очень вот я заметил там очень многие друзья такая не любит глубокую они не знают любовь позже они на что к любите будто конца с любым человеком согласен согласен но вот я своем из своем из своей мысли скажу вот я вот вижу на как мужчин воспитывает как королей как царей а вот так все твоего там все приложить тебе тебе только лучше а тебе 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 все тебе ты король ты царь и так далее и люди вырастают такими самовлюбленными такими гордыми такими никого не признают ничего не признают вообще не любят общество не любят людей понимаете такие а а вина в чем вина в том что их такими воспитать их их учили что все в мире ты можешь брать все что хочешь а если кто-то тебе не дает узнай они тебя завидуют они тебя не любят это по праву твою к весь мир должен быть у твоих ног весь мир должен там целовать тебе ноги вот так воспитывают многих вот к сожалению вот так воспитывают они вырастают и вот таки представляете вот этого человека учили вот тому что я сейчас сказал вот этому всему учили вот ты должен быть таким ты такой внутри у него вот такие мысли я такой что-то такой человек создает семью понимаете вот такой человек ему вот этим вот чудовищем да вот весь мир с ним ставят другого такую жену с кем он должен жить представляете что может быть вы представляете что может быть попробуй жена скажи своему мужу что ты там не король там попробуй там сказать да потом ты знаешь там ты здесь не прав как я не прав он скажет я король меня так воспитали от сайт ты должен там не знаю вот как однажды в комментариях написали было просто вообще шедевр я помню караб это был долго смеялись на но не смогли выйти понимать а такое читали да а стадостно обожествляю здесь да я согласен вот пишу да согласен с вами я согласен да одна женщина написала что когда муж приходит домой она должна все бросить пойти мыть ноги мужу что там такое вот такие вещи что тут вообще такое что вы говорите вообще друзья мои что вы говорите вот и вот такие люди не знаю вот как однажды мне там мой с фармии служили вместе там парень один там был самый может сослуживец взял написал будет каю чем занимаешься братом после армии ну я на стройке представляешь такой парень как я работаю на стройке мне говорит я просто не знаю что ответить а что вот какие-то другие люди могут работать на стройке а такой парень как ты нет вот так воспитывают вот парней да что многих да да и девушек ли то есть это не только парни да вот но в самого сам факт воспитания вот людей да такое что они себя чувствуют королями все мне должны все должны преклоняться перед домом как помню однажды я у одного там парня спросить как у тебя дела мне говорит отчеты спрашиваешь как у меня дела ты чем можешь сделать так чтобы не было хорошо какие-то вещи знаете глупые вот эти полу непонятные вещи вот это себя любил гордость вот это все вот так вот оседает понимаете съедает просто и вот с такими людьми я не представляю как могут жить вот воспитать ладно еще понятно они хотя бы на основе там того что это старший там до мама папа могут уважать как но когда жена или ребенок они вообще их не уважают они вообще за человека не и вот с такими людьми живут и к такие уезжают там не знаю там работать еще делать не удивительно что такие могут просто просить то что им никогда не интересовало я тут главный чё хочу то и делаю брата люби их и бог им вас даст как же спросил ну я же не ненавижу их просто я расскажу о самой проблеме я же не выдает на митете мозги то должны работать как бог для чего дал людям мозги чтобы они думают чтобы они думали я просто говорю к сожалению вот это излишняя вот такая как бы сказать излишне такое похвала детям да вот это все вот таких людей монстров вырастает а причина в чем что вот так вас воспитывает или другая крайность наших вот мальчиков зачем вот такие сусимуси делать как сентиментально зачем вот другую крайность впадать вот так воспитывать вот такое воспитание для чего им для чего им вот или вот делают королей каких-то или вот непонятных так вот возомнивших себя королей или делают полных тряпок понимаете то что этот парень просто вообще как просто какую-то там не знаю изнеженка зачем нельзя просто нормальных людей воспитать сделать людей нормальными просто нормальными христианами чтобы совсем не был гордым чтоб совсем не было таким неженкой понимаете у нельзя что ли найти чем такое дайте им ответственный какую-то там не знаю работу дать его там ты вот это делаешь там будешь ответственным да что ли такое сделаете слушайте зачем вот так воспитывать их и то же самое касается девушек это не только парням друзья многих вот так воспитать вот я там читаю некоторые там ну бывает там ленту кручу смотрю там пишут армянка гордая 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 и действительно тоже вижу там многие вот такие вот город зачем-то так сильно на это слово гордость вот так мы должны обращать внимание вот революция была в армении да там все год гордые мы гордые гордые это слово для чего так использовать я не понимаю мы же прекрасно понимаем что это слово не что точнее не имеет добрых вещей это в этом в этом слове ничего хорошего из-за гордости семьи рушатся понимаете из-за гордости разрушаются отношения между друзьями из-за гордости люди друг друга убивают вот тут огромное количество людей и почему вот там эти разборки в армении вот эти все есть почему из-за гордости друзья мои детей воспитывают гордых гордых я понимаю там не должны быть там такие-то слабаки или что-то в этом роде но не надо гордость внушать здесь надо любить бога любить ближних может быть детей нужно сказать знаю что друг мой ты такой же человек как и все другие все остальные дети ты должен любить таких как его какой ты там вот таких как ты много люби всех может быть стоит научить детей любить других детей вот они сказать там ты лучше всех и так далее там ты так далее ясно делал не нужно там что комплекс неполноценность ну-ка ты воспитываешь в ребенке то что он лучше всех него там все ему должны то какой человек монстра тело надо научить немного смирению немного тому да по мамина гордость папина радость все только низко бары взборозе смотри а вот надо все-таки какой-то вот урок самому пройти как воспитывать детей этот урок очень важно чтобы он прошел и вот наша христианская вот вероучение вероучение да помогает нам друзья мои чтобы мы могли нормальных детей есть очень такой известный нас святой иоанн златоуст беседы почитайте его беседы как воспитывать детей я вот своей книге называется а семейная жизнь как раз об этом обо всем говорю вот и знаю приобретите эту книгу не знаю если нет напишите мне отправим из проблем только пожалуйста воспитайте нормальных детей воспитывайте их нормальными но может быть стоит научить что ты такой же как все вот как вот я предложил да должен любить всех и с христианская нормально любую ну вот 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 в это когда мы говорим там во всем воспитание виновата это еще не означает что мы такие хорошие что мы сможем нормально воспитать понимаете друзья мои поэтому надо понимать что мы имеем что мы подразумеваем по словам воспитание не то понимаете меня что я хочу сказать мы должны четко понимать значит воспитание не то мы сами даже научиться воспитывать мы сами должны понять как их воспитывать чтобы с одной стороны как эти ненормальные вот эти делают да люди которые есть там пьют постоянно свои дети оскорбляют там делают из них посмешище да чтобы вот в эту крайность не впасть и чтобы из детей не делать таких монстров которые там через пять-шесть лет готовы там убить там что только не сделать там бросить свои си поэтому нужно найти эту золотую середину христианство так всегда было религия золотой середины если мы научимся наших детей моих будущих и ваших будущих и ваших уже детей да если мы их научим любить бога любить ближних любить таких же людей какие ты если мы их научим видеть людях храм божий видеть людях храм святого духа весь люди христа бога я думаю что все хорошо вот этой проблеме который я написал комментариях да и прикрепил поговорим о тех кто бросает свои семьи и этого нибудь мы будем ценить семью семья понимаете вот этот вот эта ценность до семьи понимаете веками мы тысячелетиями семья для нас была святостью мы говорим себя это малая цель бросают семьи понимаете бросают уходят уезжают не знаю забывают как можно забыть как можешь спать когда твой ребенок там не знаю голодает и ходят там бросить денег просят там хлеба вот мы идем навещаем эти семьи вот мы это видим я не понимаю какому люди вот эти живут москве я не знаю там каких там городах здесь для детей голодают они там развлекаются в москвах своих поэтому я не понимаю как так может быть я понимаю одно нужно будет внутри наших будущих детей до христа привнести внести любовь чтобы они такими не стать чтобы они такие места сейчас знаете что вот какая-то вот в этом момента вот когда например что измена что измена сказать пожалуйста ваш вопрос немного не понял а измена что не говорите твой ребенок будет любить уважать всех то я буду смен как слабую человек который можно поиску так люди мысль ну почему если я уважаю людей то что значит я слабак но я уважаю людей но и себя тоже ваша ты же не можешь уважать людей если ты сам себя не уважать ты же знаешь что такой человек тоже себя тоже господь говорит возлюби ближнего своего как самого себя себя тоже надо возлюбить дату и так тоже даже сейчас трудно воспитывать ребенка христина каждый ради душа что управление что он лично слушает гордость страшно за трехлетним управленцем друзья мои причем тут это я думаю вот причем тут другие дети причем тут это вот ты воспитай своего ребенка да вот вот моя невеста очень хорошо надо своим поведением иначе ничего не я с тобой полностью согласен с тобой полностью согласен понимаете вот вот я например в школе учиться у меня самого детства сама будет не знаю чего мне мама говорила курить нельзя нельзя курить ну нельзя не знаю как не знаю что то такое да не знаю что это курить все у меня в классе курили практически я не курил и вроде там как говорят а там не слабаком был да как там ну много людей кто не пришел от курения на передает и то же самое здесь причем то что вот это да то что вы сказали ну хорошо это пусть воспитывают гордецов да они сами себе проблемы делают эти дети рано или поздно и их там родители тоже бросят там они особо такого не смотрят и у вас у самих родителей они вот воспитывают гордецов до таких они же в будущем из будут несчастны в семье они же таких они воспитывать несчастных людей можно сказать они воспитывать будущем несчастных людей им это надо ну пусть воспитывать если я не так думаю что то получится я не говорю воспитывает тряпок понимаете ну одним словом вот то что я вот обозначил проблему то то что мужчины там или женщины вообще родители бросают свои семьи уходят и тогда одна из причин воспитания когда изменят разные значит конечно значит разрушали брак да и это тоже отсутствие в нас рассказать любви реальность то что что мы просто не ценим семью вот очень важно было бы если вы родители своих детей учили именно о том что нужно ценить у нашем народе это было ценились сожалению что сейчас происходит просто надо то есть научиться чтобы были более по церковью более любимыми нашими ближними чтобы больше могли купить куст это вот мы должны научиться любящий господа человек не будет сто процентов вот так скажу вам о чем еще хотелось поговорить да то есть и часто мы слышим до что вот вера внутри именно от таких людей тоже мысль что вера теперь будут любит и дня consuming piqs ты здесь там они там мало дают мира отского там воруют там жетолка не деле у меня вера внутри appreciated какая еще вера внутри какая еще вера внутри к и бросил свою семью какаяERE внутри как и вот вот смотрите ты написали мой здравствуйте мой отец оставил нас очень рано его в детстве тоже оставлять что одна из главных причин но очень трудно садимся ужас да видите ну вы можете а увидай бог что вы на этом закончили череду вот этого всего то есть смотрите вот что я хотел сказать там комментарий написали забыл смотрите вот в школе например там учишься до учителя строгие такие плохие наказывают там что только не делают надоедают своим поведением или просто думаешь вот к есть часть людей которые думают мне это не нравится вот я вырасту так не буду делать некоторые вот части те вот так вот я вырасту если там надо будет учителем или родителям будет какая-то власть управляют я не буду так проявлять свое отношение выражать а другая часть знаете что думает вот сейчас я получаю да а вот я вырасту оставить дети которых я буду воспитать они у меня получат вот то что самое здесь да если вы испытали тубу испытали поняли что это такое то что вас бросили то что вы же наверно не ходили чтобы другой а есть часть людей которые дать вот я получил пусть мой сын тоже получит почему как это кто-то должен не получить как я это опять же идет от гордости вот христианство друзьям и христианство побеждает что человек любит господь к человек желает быть спуск к человек не знаю кается изменяется до сожалеет обо всем это да то что внутри него творится конечно же ему не захочется вот так кому-то сделать пуль как рада ему все какая-то ему сделали вот не да вот в городе говар там же наверно знаете дачу сам оттуда там то что люди там убили там девять лет было ребенка его отца или он вырос пошел тоже месть да в какой месте может вот у нас священник есть в одном месте пошли по что он нам рассказал что его брата убили он простил убийцу этот убийца сейчас тюрьме упрости пока у меня не было ребенка я стопроцент знал как нужно воспитывайте но когда он появился все поменялось ну хорошо расскажите поделитесь своим опытом конечно согласно вами за меня молись детстве не скажешь самый важный слава моя жизнь и бог мой отец всегда делать больше чем мой отец прекрасные слова прекрасные слова друзья прекрасные слова дай бог чтобы у всех детей были отца и мать чтобы у всех было все хорошо и чтобы все надеялись на куст и с божьей помощью друзья мои чтобы мы вот эти проблемы которые у нас нашему общество есть чтобы к этому относились негатив и не просто негативно до друзьям но чтобы мы могли их решить и дай бог чтобы это решить дай бог чтобы вот мне знаете вот неоднозначная поле позиция нашего общества немного раздражает некоторые там говорят но это же мужчина он там значит так сделал наверно как что-то там буду что-то было и он решил своих там свою семью свою кровиночку да вот так вот бросить до чтобы она вам подыхали деньги там попрошайничать там было бы я лично я вижу многое другое многое другое то что я выше сказал ранее сказал да можете посмотреть послушать не знаю согласны или нет но я надеюсь что есть какие-то вопросы у вас есть там понятный можете сейчас написать потому что уже заканчиваю полчаса как я говорю не останавливаясь но я надеюсь что проблема уже решится дай бог чтобы эта проблема решилась друзья мои просто опять же да я честно не могу представить что какой-то человек вот так нормально жил то есть насколько можно потерять свою совесть что там твои дети были и ты спокойно там жил к сожалению такого много сейчас к сожалению но и сейчас очень много психологов как раз выступают против такого чтобы там оставляли семьи и уезжали потом азар почему потому что очень сильно психолог то есть ребенок рождается считай без отца хотя отец есть но я не говорю о тех которые там уезжали новые семьи состава тех которые создам идут работают и возвращаются тут назвали измену сказать я просто не стал говорить что как бы это не то что не про я думаю и так очевидно то что меня нельзя это это измена и свою семью оставил жену детей да ясно дело до измен я думаю это и так всем понятно некоторые просто меня удивляют некоторых но это же мужчина да уже может пойти там не знаю там с другой там семьей не знаю кто сказал кто вам там сказал это все вот опять же вот эти фантазеры да ты жанра фантастики там который совете так воспит который так воспитывается эти король там вовсе должны поклоняться тебе преклоняться перед а богатых ноги твои мыть и воду выпить как говорить да из тазика вот так учат поэтому еще и говорят но это же мужчина тоже мужчина уже может так делать кто сказал что он так может делать друзьям и не должно быть не должно быть до трудности часа привод к расходу слабый будут проблем да друзья мы не должны проблемы надо решить проблемы надо решить иногда знаю очень сложно вот так стать искать прости меня я был или прости меня я была неправда или пожалуйста давай при поменимся иногда гора настолько высоко это гордость что человек просто не может сказать или признать свои ошибки вы согласны что становление личности человека зависит 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 да но это здесь уже знаете то что человек как закаляется то каким образом окружающий мир на тебя влияет может и плохо и хорошо вот поэтому очень важно с ребенком следить но не в том плане чтобы так сказать как вот я понимаю ну то как я понимаю ребенок вот говорить патриарх что он не знает что такое того что такое слово что видят то и повторять поэтому надо стараться как-то правильнее ребенок объяснить даже если это все бить надо правильнее вот насколько я понимаю нужно не врать ребенку если он там чуть-чуть там возрослеет и поймешь что ему врали он просто поймешь что ему во всем играть поэтому нужно как-то там не знаю нормальным языком этим происходит одним словом мы с вами выяснили что проблема тех которые там проставят свои семьи во первых сама сам сама проблема в этой семье которая была возможная но и проблема конечно же в гордости человеческой что человек просто не может простить и человек не может просто перепрыгнуть через свою эти две проблемы и конечно же тоже неправильно воспитывают это тоже имеет большую проблем у и еще одна проблема то что мы не близки с позже то что мы не близки с rất на то что мы не любим него и любим ближних вот в этом вся проблема тоже и конечно же многие любят кае чтох вера внутри вера внутри вера внутри я станет афира не проявляется зато вера внутри да ну кому это вера нужно возьмите свою первую просто уходите кому это нужно вера должна проявляться в делах всем если мы верим бога мы должны быть верными довериться ему и конечно же необходимо чтобы общество плохо на это общество тоже должно своего отрицательным сказать позицию об этом сказать не знаю насколько был полезен данный эфир друзья мои надеюсь что кому-то так сказать помог понять разобраться вот на этом хочет закончить спасибо за ваши комментарии мы очень помогали вот эфир провести спасибо вам большое охране вас до следующих встреч наших эфирах если будут какие-то вопросы пишите и с богом